Язык имеет значение на пограничных сепаратистских территориях. В Крыму, оккупированном Россией с весны 2014 года, ситуация с украинским языком ужасающая. Ни одна из семи украиноязычных школ, существовавших до российского вторжения, не сохранилась. Если раньше в различных крымских школах преподавание велось на украинском языке в 400 классах, то к весне 2015 года их оставалось не более 50. Школы, которые были названы в честь украинских писателей, были переименованы. Несмотря на то, что юридически украинский остается одним из трех официальных языков Крыма, наряду с русским и крымско-татарским, ученикам с 9 по 11 класс больше не разрешается учиться на украинском языке. Почти все кафедры украинского языка и литературы в крымских университетах были ликвидированы. Все крымские украиноязычные печатные периодические издания были закрыты, а многие украинские и крымско-татарские книги были сожжены или иным образом уничтожены. Активисты и сторонники украинского и крымско-татарского языков подвергались запугиваниям, похищениям, избегениям и пыткам. Многие противники русификации покинули остров, опасаясь репрессий. Ситуация с украинским языком также быстро ухудшилась в тех частях Луганской и Донецкой областей, которые в настоящее время не находятся под контролем украинского правительства, поскольку война на границе этих районов продолжается. Регионы, контролируемые, поддерживаемыми Россией сепаратистскими группировками, так называемыми Донецкой народной республикой ДНР и Луганской народной республикой ЛНР, приняли законодательство и осуществили широкие изменения, направленные на отмену украинского и продвижение русского языка. Конституции, в кавычках, принятые обеими регионами, определили как русский, так и украинские языки в качестве государственных с дополнительным уточнением в ЛНР, что русский является языком государственного управления. Включение украинского в качестве государственного языка, в кавычках, противоречило действиям, которые были предприняты для исключения украинского. В течение 2014-2015 годов в обоих регионах школы с украинским языком обучения были преобразованы в школы с русским языком обучения, а время, отводимое на изучение украинского языка и литературы, сократилось всего до одного часа в неделю. Несмотря на отсутствие достоверных статистических данных, все данные свидетельствуют о том, что к началу 2015-2016 учебного года в этих регионах оставалось мало школ с украинским языком обучения, если вообще оставались. В ДНР и ЛНР прекращены все телевизионные программы на украинском языке, отсутствуют периодические издания на украинском языке, а интернет-провайдеры блокируют доступ к различным украинским новостным источникам. Вывески, реклама и публичные объявления исключительно на русском языке. Одной из сфер, где украинский язык все еще присутствовал, по крайней мере, в первой половине 2015 года были кинопоказы. Иностранные фильмы, такие как «Хоббит», демонстрировались с украинским дубляжом, хотя сепаратистские власти заявили, что они работают над получением доступа к иностранным фильмам российского производства и с русским дубляжом. В целом, агрессивная политика русификации и прекращение использования украинского языка в регионах, оккупированных Россией и пророссийскими сепаратистами, отчеркивает центральную роль, которую играет язык в нынешних конфликтах. Согласно действиям российских оккупантов и сепаратистов, язык определенно имеет значение.